Добрый день! В эфире программа «Давыдов Индекс». Сегодня нашим гостем является известнейший генетик Сергей Киселев, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова РАМ. Генетика – это, как мне говорили, последний оплот научной мысли в России, который соответствует мировым уровням, и мы еще не так отстали. На самом деле, я думаю, наоборот, поскольку генетика всегда была продажной и гонимой. А последние годы, когда перестало продаваться, то перестали быть деньги как раз. И, в общем-то, стало совсем плохо. Но, с другой стороны, поскольку сейчас денег больше становится, то могут быть какие-то места, где и направление, где действительно генетика может себя реализовать и может быть вполне конкурентно по сравнению с Западом. Почему? Понимаете, есть свои специфические особенности. Вот все, например, говорят за рубежом, клонируем мамонта, клонируем мамонта. А где мамонты? Мамонты только в России. И поэтому только Россия может клонировать мамонта, если Россия займется клонированием мамонта. Мы же другим не позволим нашему мамонта клонировать. Позволяем. Его вывозят. Его вывозят и Англия, и Франция, и Канад. Почему? То, что они вывезли наши зарубежные коллеги, они не смогли реализовать? Они не смогли, потому что они использовали, на мой взгляд, не очень верные подходы. Стволовые клетки. Вот все же пугают, да, и не пугают. Кто-то говорит, это полезно, кто-то говорит, это не полезно. Что на самом деле? На самом деле это и полезно, и не полезно. А, ну как все, да? Как все. Как говорил Парацельс, как говорил Парацельс, известный такой знахарь, что яд это всего лишь вопрос дозы. Чтобы стволовые клетки или продукция из этого, да, то есть вот стала, ну вот обычной таблеткой там или инъекцией. Когда это будет как фармпрепарат такой? Это никогда не будет стандартным флаконом на полках аптеки, потому что это персональный препарат. Он должен готовиться персонально для пациента и для его конкретной болезни. Вот эта вот сдача пуповинной крови при рождении, вот эти банки. Насколько вообще можно доверять вот подобным банкам, которые вот эти материалы содержат, там, ну люди откладывают на 20, на 30, на 50 лет? Есть Сбербанк. Он надежен. Вот так же и этим. Ну, кидает раз 20 лет, да? Ну, вот видите, а лучше, потому что на самом деле ведь сдается пуповинная кровь новорожденного и до достижения его совершеннолетия. И ребенок, когда вступает в совершеннолетие, он вступает в права на свой биологический материал, который был сдан. Если сегодня мы не знаем, как широко использовать этот материал, но технологии так быстро развиваются, что дети, которые родились сегодня и для которых родители заложили это в банк на хранение, через 50 лет, когда они уже станут в возрасте, когда их станут настигать некие болячки, им это может понадобиться и тогда будут технологии применения этого. Поэтому я считаю, что это правильно и это дальновидно со стороны родителей пользоваться такими банками. Что ждать от генетики в ближайшее время? Вот ученым, биологам, генетикам удалось вырастить в пробирке человеческий мозг. И он все становится больше, он повторяет формы. И может быть, я не думаю, конечно, что он начнет думать, такая тавтология получается, но тем не менее это очень интересная экспериментальная вещь. То есть выращивание органов? Да. Выращивание органов так же, как выращено, ну, условно это можно назвать органом, но замена, замена поджелудочной железе для лечения диабетом, который имплантируется под кожу там на спину, который продуцирует инсулин и люди становятся свободны. Запасная поджелудочная. Совершенно верно, но которая совершенно компенсирует функцию. Это уже промышленные масштабы? Нет, это только начались первые клинические испытания в Соединенных Штатах, то есть десяток добровольцев получил это, конечно, в широкую, в массовую продажу. Сколько лет? Десяток. Десять лет? Да. Примерно так. То есть до такого, когда вот опять же в аптеке? Да, до коммерческой стандартной реализации. То есть тогда, получается, мы идем вот к этой классике, да, мечта еще старинных, это в чашке Петри просто дух наш, да? Да, 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 вот у нас лаборатория растет мозг. Не надо вот это бренное тело, столько проблем, да? Конечно, есть только бессмертная линия генетическая, которая передается по наследству. А в чем она находится? Это как раз это вот вечный двигатель, да? Вот это вот жизнь генетика, да, конечно. Это такое... Это вечный, живой двигатель. Но это возможно? Ну, существует. Одного духа, я имею в виду, существование одного конкретного вашего, например. Ну, он же в меня откуда-то пришел и передался, значит, он существует. И насколько я вижу, насколько я знаю свою родословную, конечно, он существовал и будет существовать. То есть, интересно. Но вы же не осознаете себя этими своими предками или осознаете? То есть, вы считаете, что это непрерывное, непрерывное сознание идет? Ну, в достаточной мере я знаю, что мой дед, например, был богом Ас, да? Вот я от него перенял некоторые вещи и пытаюсь тоже создать человека из ребра, как вот была создана Ева путем клонирования из Адама, да? Так вот и я пытаюсь тоже... А, разными методами, в общем... Ну, конечно. С разных сторон атакуете одно и то же. Совершенно верно, да. Спасибо огромное. У нас в гостях был Сергей Гиселев, фантастический совершенно человек. Спасибо. Спасибо.